Это вы, ваш падишах, показал на весь мир чеченскую девушку, которая пожаловалась, что ей не выдают зарплату в Кочеловевском комитете культуры. Сам факт, что ты к ним поехал, что ты пошел на эту низость, говорит о том, что ты бессилен, ты не можешь закрыть мне рот, ты не можешь меня остановить. И от понимания этого очень приятно. С 24 на 25 сентября я, как обычно, проводил голосовой чат в Телеграм-канале, глубокой ночью. Все было как обычно, но необычным стало появление Магомеда Иудова. Именно Иудова, я так теперь буду его называть, вы его знаете как Даудова. Но я убежден в том, что фамилия Иудова больше подходит этому человеку. Появился он, значит, в моем голосовом чате. Это спикер Кадыровского парламента, если кто его не знает, он еще любит называть себя лордом. Появился в голосовом чате и начал предъявлять мне какие-то претензии по поводу опубликованного мною накануне ролика. Я покажу вам небольшой отрывок нашего с ним разговора с субтитрами. Вообще разговор был на чеченском языке, чтобы вы поняли суть этой темы. Но весь разговор я выкладывать не буду. Я вообще хочу отметить, что Даудов изменился за эти несколько лет. Это уже не тот Иудов, который был два года назад, три года назад, когда я с ним разговаривал. Не тот спокойный, уравновешенный кадыровский политик, с которым можно было вести какую-то дискуссию. Сейчас в голосовом чате он предстал в виде типичной истерички. Ругался матом, очень скверно разговаривал, кричал, дрожал голос. Истерил, в общем. И кто хочет послушать весь этот разговор со всеми матами, без цензуры, переходите по ссылке, по первой ссылке. Это будет запись нашего с ним разговора в моем телеграм-канале. А я вам сейчас покажу небольшой отрывок нашего разговора с русскими субтитрами. Даудов, хо и... Да, я раз, а фамилия маяк вообще с этим маяк. Даудов, приhaba. Если кто думает с тем, тем более прог glide в моем теле. Да, я не знаю. Пол daar, Josh. Я сминою. Я обнять мои руки, а sei, ты что-то вопросы от них зарубят ее меня. Я humming меня. Я изучаю ответформацию. Яrichtyyгазий ли он. Я MALE, которыйợ за тем, что некоторые люди ждут. Sonlaub T Gordon, они жен спустят слова. Это не толькоför. Друзья,att 기본. С.' Блок-бад. Это была небольшая часть нашего с ним разговора. Весь разговор длится где-то 20 с лишним минут. Он на чеченском языке. Кому интересно, переходите по ссылке и слушайте. Если вкратце упомянуть претензии, которые предъявлял мне Давудов из всего вот этого мата, этой истерики, если убрать всё ненужное, всю шелуху, какие-то абсолютно необоснованные и типичные какие-то базарные претензии, которые он там пытался предъявить, собирая какие-то сплетни, то его основная претензия была в том, что в моём ролике, опубликованном накануне, я якобы упомянул чеченских женщин. Как будто бы я в негативном ключе упомянул всех чеченских женщин, оскорбил тем самым чеченских женщин. Вот что мне сказал Давудов. Обвиняя меня в том, что я якобы упомянул негативно в плече всех чеченских женщин, пытаясь выставить себя защитником этих женщин, когда я ему сказал из себя не получится защитника, это наоборот мы пытаемся защитить чеченских женщин от ваших нападок, это вы нападаете на чеченских женщин. Он сказал, покажи хоть одно место, где я или мой падишах, мы, то есть мы упоминаем, говорим плохо о чеченских женщинах. При этом правило вот этого определения, когда человек всех женщин оскорбил, или когда он оскорбил конкретно какую-то женщину или группу женщин, это правило определил сам Давудов. Интерпретировав мои слова о них, о кадыровцах, хотя я говорил о них и говорил, что вы не являетесь хозяевами даже своим жёнам, то есть этих своих жён, слова, даже если мы допустим, что это было сказано про их конкретно жён, в негативном ключе, хотя я не говорил конкретно про них ничего, я делал лишь предположения, но даже если мы это предположим, они это интерпретировали так, что это говорится о всех чеченских женщинах, якобы это оскорбление чеченской женщины. Так вот, ты не давал мне себе отвечать, Давудов, ты истерил, ты ругался матом у меня в голосовом чате, сейчас ты перебить меня не сможешь, поэтому сейчас я опровергну эти твои слова, и сейчас я покажу тебе, где вы говорили о чеченских женщинах, опираясь на твои же правила. Если бы ты внимательно посмотрел тот самый ролик, который тебя так сильно ранил, то как раз в нём и было упоминание этих слов, сказанных вами о чеченских женщинах. Давай посмотрим ещё раз эфир, который проводил Адам Делимханов и что он сказал про жён наших лидеров в Ичкерии. Твой товарищ Адам Делимханов говорит, что во времена Ичкерии наши лидеры, они посягали на жён друг друга, так сказать, передавали их на друг друга. Это говорит твой товарищ. И это, исходя из твоих же правил, упоминание всех чеченских женщин, это оскорбление всех чеченских женщин. Он говорит конкретно, что они так делали. И я же, отвечая на эти слова, вот этого ничтожества, я ему указал на слова твоего падишаха, который тогда, в 90-х, заглядывался на чужих жён, оценивал их фигуры и формы, как он сам нам признался. Ведь мы с тобой, и все чеченцы прекрасно знают смысл чеченских слов «не сел тагер», о чём там идёт речь. Мы ведь все прекрасно понимаем. Исходя из этого, я сказал, это ваш падишах, и он сам признался своим языком, что засматривается на чужих жён. И это повод вам, его окружению, задуматься, и чтобы вас постигло некое переживание. Так как такие, друзья и товарищи, они очень опасны. И вот исходя из этой мысли, я сделал лишь предположение, сказав, что даже если вот нечто подобное будет, вы не сможете этому противостоять, что вы не являетесь хозяевами для своих жён. Лишь вот это я сказал. И не было здесь упоминания даже конкретного обвинения в адрес ваших же жён. В отличие от меня, этот человек, ваш товарищ, конкретно обвиняет жён наших пичкирийских лидеров. Ну и самих наших лидеров, разумеется. Поэтому эта тема у тебя не прошла, Даудов. Ты знаешь, когда у вашего брата Тимоти был конфликт с Киркоровым, он тогда записал песню, сейчас бы сказали, Дисна Киркорова. И в этой песне были такие слова. Это же тебя целовала Аллах, так что завали, завали, хлебала. Так что завали, хлебала, Иудов, не тебе говорить о чеченских женщинах, о чести чеченских женщин. Не вам об этом говорить. Вы на весь мир позорите чеченской женщины. Вы на весь мир опозорили Айшат Инаеву только лишь за то, что она высказала критику в адрес поборов за газ. Просто женщина возмутилась, что вы, представители власти, собираете с людей деньги, делаете это как террористы. Она высказала порицание, вы за это опозорили ее на весь мир, вы привезли, показали по телевизору. Сначала Кадырова ее опозорил, вместе с мужем посадили. Вещи, которые неприемлемы в нашем обществе. Потом вы гастроли с ней устроили, отвезли ее в родной район, на Теречный, там собрали людей, они ее проклинали. Она стояла там с опущенной головой. Это все сделали вы, и это чеченская женщина. Это вы, ваш падишах, показал на весь мир чеченскую девушку, которая пожаловалась, что ей не выдают зарплату в Курчуловском комитете культуры. Вы привезли ее, показали на весь мир, и ваш падишах говорил, ты хочешь, чтобы я показал переписку? Какие фотографии ты отсылаешь своим парням? Ты хочешь, чтобы я это показал, говорил твой падишах, мерзавец и паршивец. Это вы. Я мог бы эти вещи перечислять бесконечно. Я сейчас не говорю о тех моментах, где вы избиваете чеченских женщин. Я сейчас говорю лишь о том, что вы делаете публично, под камерой. А что делал ваш товарищ Ислам Кадыров, как он материл, как пытал электрошокером чеченских женщин, и делал это на камеру? Это все делаете вы, не мы. Поэтому мы, как раз таки, в защиту этих чеченских женщин, упоминаем вам вот эти ваши косяки. Это мы, как раз таки, защищаем чеченских женщин от вас, от ваших нападок, от вас ничтожеств. А не вы являетесь защитниками чеченских женщин. Не пытайтесь себя выставить в роли защитников. Чеченские женщины не дурны, чтобы поверить в эту чушь. Ну и что касается других моментов, упомянутых в этом разговоре, я хочу обратить внимание также на то, что Даудов, он является таким последовательным, как бы это характеризовать. Есть этапы принятия. Вот Даудов в кадыровской системе это такой человек, который принимает. И когда изначально я уехал из республики, был похищен исламом кадыровым, когда я об этом рассказывал, кадыровская пропаганда это все отвергала. Говорили, что все это неправда, меня никто не похищал, ничего подобного не было. И именно сам Иудов был тем человеком, который эту правду принял и ее признал. В разговоре со мной он это признал. Он сказал, да, ты был действительно похищен из-за внешнего вида, из-за борды тебя похитили. Я помню, это 2018 год, это было первое принятие этой истины. И после этого уже официальная пропаганда перестала отрицать этот момент. Вот в разговоре со мной в этом голосовом чате Иудов принял еще один, признал еще один факт. Это нападение на меня, которое было совершено полтора года назад. покушение с помощью молотка. Дело в том, что официальная пропаганда опять-таки настаивает на том, что этого не было. Это все постановка. Рупор кадыровской пропаганды Чингиз Ахмадов, более известный по прозвищу иллюзионист, он нам вообще показывал какие-то эксперименты, болотком бил, что-то крушил и говорил, что это все спектакль. И вот сейчас Давудов официально в голосовом чате признает, таки да, говорит, действительно, нападение было с помощью молотка. Что ж, будем надеяться, что следующий этап принятия у Иудова будет. Он скажет, да, действительно, это мы его к тебе послали, и мы стоим за этим покушением. Ну, а может быть, этого и не будет. После нашего разговора с Иудовым к моим родственникам, разумеется, начались репрессии всех моих родственников, проживающих в Чечне, но примечательно в этой истории то, что вооруженный, где-то человек 30 вооруженных людей на 10 машинах приехали в дом моих родственников по материнской линии с село Старые Атаги к двум братьям моей матери и выдвинули ультиматум, сказали либо вы остановите своего человека своим человеком, то есть их человеком, они назвали меня в чеченском обществе дикая вещь, так как к родственникам по материнской линии не принадлежат дети, рожденные их дочерьми, сестрами, их женщинами, не принадлежат, они принадлежат родственникам по отцу, это известная вещь и в Чечне, и в исламе в целом родословно ведется по отцу, никогда такого понятия не было, что ваш человек никогда не говорили родственникам по материнской линии, а вот эти люди сказали, если вы не остановите вашего человека, то у нас с вами кровная месть, родственникам таким образом иудов надеется меня остановить, но тщетны эти попытки иудов, ты этим действием наоборот показал свою беспомощность, ты бы никогда не пошел на этот унизительный акт, если бы ты мог меня остановить, если бы у тебя была возможность до меня добраться, закрыть мне рот, меня убить, запугать, ты бы никогда не поехал к моим родственникам по материнской линии, сам факт, что ты к ним поехал, что ты пошел на эту низость, говорит о том, что ты бессилен, ты не можешь закрыть мне рот, ты не можешь меня остановить, и от понимания этого очень приятно. Я желаю, конечно же, крепости, крепкости и терпения моим родственникам, я понимаю, что сейчас на них будет оказываться очень серьезная давление, и я надеюсь, они выстоят. Эти мои родственники не по материнской линии, не по отцовской линии, никто из них, не то, что не имеет какого-либо влияния на меня, не то, что они не могут меня остановить, у меня даже нет связи ни с кем из них с момента, с того момента, как я покинул республику. Ни с кем из них у меня нет связи, не потому, что я их не люблю и не хочу поддерживать с ними связь, а потому, что таким образом я их берегу. Я знаю, что если бы я имел с ними связь, то они были бы в опасности. Поэтому я с ними даже не связываюсь. Придет время, когда мы с ними не то, что будем на связи, мы будем вместе сидеть, пить чай, и вспоминать вот эти моменты. И что бы они сегодня не вынуждены были мне сказать, мой адрес, что бы они ни говорили, ничего из этого я не восприму всерьез. все это забудется, как только пройдет время вашего недостойного проваления. А оно пройдет. Империи рушились. Советский Союз, которому служили ваши отцы, НКВДшники, они думали, что он никогда не рухнет. Но Союза больше нет. Даже он рухнул. И ваша вот эта вот путинская Россия тоже рухнет. Вас тоже не будет. А мы, иншаллах, с нашими родственниками будем вас вспоминать и делать дуа, чтобы Аллах воскресил вас вместе с вашими братьями Будановым, Шамановым, Путиным и вместе с ними вверг вас в огонь. Продолжение следует...